Будет опять цирк с конями, с приходом сюда сотрудников охраны, потом сотрудников полиции, в общем, все как вы любите. Но моя цель рассказать вам, значит, о том, где и что находится. Андрей, вот меня отсюда выгоняют. Говорят, что секретная информация. И что означает от листа? Сейчас вам будут расскажем. Так, ну, что мы ознакомимся и... Вас ознакомятся. Ну, это что, какие-то ограничения? Ну, если это будет разглашено, то уже не наши будут компетентные органы будут разбираться, откуда это было разглашено. Нет, тут написано лист ознакомления. Я не подписываю, что я запрещаю, мне запрещают, и я соглашаюсь, что я не буду распространять, не скажу, там, сколько у нас, я не знаю, бомбоубежища или еще что-то. Что это за бумага-то? Жители могли... А почему адресный перечень, секретная информация? Он не шинит еще данные, технические данные, данных сооружений. Которые являются закрытым... То есть адрес не секретный, секретно-технические данные? Да, технические характеристики, которые тоже будут обсуждаться и сегодня заслуживаться. Привет, друзья, подключайтесь, сейчас я вам расскажу, что здесь происходит у нас в администрации. Я пришел на комиссию по безопасности Совета депутатов Сергея Упасада. Меня пригласил сюда Андрей Мордасов, сказал, что будут обсуждаться бомбоубежища, их состояние, значит, их расположение. И я пришел, потому что мне часто задают читатели вопросы, где у нас бомбоубежище на случай ядерной войны, на случай какого-то катаклизма, коллапса, который у нас происходит периодически по границе. Иногда даже и на территорию какие-то вещи нехорошие проникают. Так вот, я пришел, и председатель комиссии говорит, что мне нужно уйти, потому что здесь есть секретная информация. Я предложил действовать по регламенту Совета, то есть всей комиссии проголосовать за то, что комиссия будет закрыта. На вопрос, что секретного, значит, представитель администрации, вот господин Суворов сказал, что секретные технические характеристики этих бомбоубежищ, то есть не их местонахождение характеристики, и якобы они сейчас будут обсуждаться, поэтому, значит, комиссия будет закрытая, и меня отсюда попросят. Как бы если проголосуют, а в этом сомневаться как бы не приходится, значит, я буду должен уйти, если не уйду, будет опять цирк с конями, с приходом сюда сотрудников охраны, потом сотрудников полиции, в общем, все как вы любите. Но моя цель рассказать вам, значит, о том, где и что находится. Андрей, вот меня отсюда выгоняют, говорят, что секретная информация. Ну как не выгонять, вы сказали, покиньте помещение, правильно? Помощный депутат, у нас комитет является открытым. Видите, сейчас будет закрытый, говорит. Здесь информация для служебного форума. А вот сейчас, да, сейчас придет человек. Я уточнил. А он помощник депутата. Да при чем помощник депутата? Как при чем? А что, помощник депутата не может присутствовать? Что значит это? Ну, помощник депутата. У меня есть документ. Ну, он помощник депутата, он официальное лицо. Ну, давайте выгоним. Я вам сейчас покажу. Сейчас я покажу свое удостоверение. Закрытое заседание, когда принимать учебу, не аудио, не видеозапись, не ведется. Это касается всех. Хорошо, я буду присутствовать и не вести аудио-видеозапись, хорошо? Так нормально? Я положу вам сюда свой фотоаппарат. Положи, пожалуйста. Ну, отлично. Вот видите, оказывается, можно было и так. Но все равно решение комиссии принадлежит. Ради богу, нет. Если запрещено разглашать технические характеристики, я их разглашать не буду. Это нет, ну что, расписку будем оборачивать. Возьмите с меня расписку. У нас представители, как вы считаете? Ну, это листы ознакомления, у всех, кто есть присутствуют, подписываются. Кто, что ознакомился? Великолепные листы ознакомления с учетными. Так, ну, и что он означает от листа? Сейчас вам будут рассказывать. Так, ну, что мы ознакомимся. Вас ознакомят. Ну, это что, какие-то ограничения? Ну, если это будет разглашено, то уже не наши будут. Нет, а что? Компетентные органы будут разбираться, откуда это было разглашено. Нет, тут написано лист ознакомления. Я не подписываю, что я запрещаю. Мне запрещают, я соглашаюсь, что я не буду распространять, не скажу, там, сколько у нас, я не знаю, бомбоубежище или еще что-то. Что это за бумага-то? Листы ознакомления, что у меня ознакомились, я ознакомился. Дальше что? Какие ограничения на мне? Да подпиши и все. Ну, просто нет, мне написано. Ознакомление. Если ознакомлен, там, о запрете это, я подписываю. Тогда я понимаю, что я подписался о запрете. Тут не написано, что у меня запрещено. Хорошо. Я ознакомился. Спасибо. Все? Ну, вот сейчас выключает, ознакомливает цепь. Все, друзья, я отключаюсь. Друзья, что же интересного рассказали на этой комиссии, на которой я все-таки остался, поставив подпись в листочке, в котором меня уведомляли, что информация, которая будет оглашаться сейчас чиновниками для служебного пользования и разглашение не подлежит, потому что ФСБ то ли рекомендует, то ли, значит, требует не разглашать информацию о состоянии бомбоубежищ, о их, так скажем, функциональности, о том, какого они класса, значит, какая у них защита, какие параметры, вместимость и прочее, значит, потому что эта информация может попасть иностранным спецслужбам, и, соответственно, тут уже будет попахивать статьей за госизмену. Вот. И чтобы все-таки передать общий смысл, потому что издалия прочитанного уже, я понимаю, что, ну, эта информация такая, знаете, ну, настолько общая, что вот всего того, что они просили не разглашать, да, по рекомендации ФСБ, этого нам как раз-таки и не сообщили, то есть нам не сообщали, какие, какая вместимость, какие там, значит, классы защищенности у тех или иных бомбоубежищ, или где они вообще располагаются, нам просто сказали, что, я не буду называть точные цифры, на всякий пожарный, мало ли, да, что ко мне придерутся, сказали, что у нас на учете в нашем городском округе, Сергеев Посад, на учете стоит чуть более 100 специальных сооружений, укрытий, часть из которых подходит под классификацию бомбоубежища, часть не подходит. И если я правильно запомнил, то, значит, среди них укрытий, которые позволяют от ядерного взрыва спрятаться, по-моему, нет вообще. Вот. Это только от артобстрелов. Еще у нас есть порядка 600 подвалов, которые подходят под определение, значит, укрытия от артобстрелов. Значит, вот насчет как раз-таки подвалов, которых 600 на там тысячи полторы всего многоквартирных домов, а они в многоквартирных домах по округу, вот насчет них я уже просил, говорю, дайте информацию, говорю, ну уже они-то не секретные, как бы, потому что вся дискуссия до этого сводилась к тому, что для чего вообще эта информация, как бы, для того, чтобы часть, да, часть сообщили, да, из этих вот чуть более 100 сооружений, около, значит, только 6 муниципальные, остальные находятся на территории частных ведомственных там каких-то предприятий, да, в том числе там и, может быть, из бывшей оборонки или оборонных, но это те убежища, они для работников этих предприятий, ну там, как, например, наш ЗОМС, я не знаю, там, по-моему, для военки уже ничего не производят, там уже там какие-то кучи разных производств, но неважно, как бы, там бомбоубежище для, значит, смены, которая работает на этом предприятии. А вот те, которые для всех, ну вот не секрет, вообще никому, все, кто был хоть раз в ***, ходил в туалет, знают, что там, когда спускаешься в туалет, да, двери, что с женской стороны, что с мужской, двери, вот, как на подводной лодке с такими кругляшками, с затворами огромными, то есть все знают, что там бомбоубежище. Единственное, что нам сказали, что их там несколько штук, и вот они в идеальном состоянии, там у них все образцово, все в них есть, вода, система вентиляции, все такое, типа, все хорошо, отлично, зашибись. Как бы, есть в одной из школ, в нерабочем состоянии, и есть в полурабочем на каком-то предприятии. Не на каком-то, а на ***, да, в полурабочем. То есть, как объяснил нам Суворов, представитель администрации по ГОЧС, он сказал, что им дано поручение, вот что значит в готовности, да, когда там есть, когда там сухо, когда там есть система вентиляции, чтобы попадать под бомбоубежище, значит, специальные, как бы, ну, двери, мощные с затворами, и там запас воды, и возможность там ходить в туалет, значит, справлять нужду внутри, ну, то есть какое-то время там находиться. Вот. В подвалах почти то же самое, кроме вот защищенных там каких-то дверей. Главное, чтобы было сухо, а не воды или говна по колено. Вот. И чтобы там высота потолков позволяла, чтобы вентиляция была, и чтобы также можно было ходить в туалет, не выходя на улицу из них. Вот. В первую очередь, я спросил, а какие вот, ну, знаковые какие-то места? Он говорит, ну, да, в первую очередь это большие комплексы, в которых есть, ну, вот, наподобие Грампарка или там Виктория парк, на которых есть подземная парковка, паркинг подземный, он достаточно глубокий, там достаточно много бетона, то есть вот там подвалы такие удары, так скажем, для укрытия пригодные. Вот. Ещё, значит, сказал, что для укрытия пригодны просто подземные паркинги. Я не знаю, есть ли у нас они вообще отдельно стоящие, где-нибудь, может, где-то есть, раз он про них упомянул, но я о таких не знаю. Вот. Мы просили, я просил, чтобы депутатам эту информацию не по бомбубежищам, раз они там секретные, там какие-то там скрытные информации, хотя бы по подвалам, потому что, ну, хотя бы по подвалам предоставили в Совет депутатов, а из Совет депутатов, чтобы я мог опубликовать всем, рассказать эти адреса, потому что получается так, что у нас вроде бы почти 600 подвалов готовы для укрытий, но о них никто нигде не рассказывает, потому что не надо, потому что сообщим, когда, значит, настанет момент, то есть когда заработает там какая-нибудь воздушная тревога, они сказали, что у них есть возможность перехватить два наших телеканала, эфир и радио какого-то России, что ли, и что они могут сразу выйти и сразу сказать, что, мол, люди прячетесь, и Андрей Мордасов спросил, говорит, а как вот, ну, куда прятаться людям, значит, вы что, все 600, вот за это время, что работает там, летит там какая-нибудь ракета или бомба, вы что, за это время будете все 600 адресов перечислять? Ну, то есть договорились, что можно будет опубликовать эту информацию и договорились, что можно будет проверить, сходить с депутатами, проверить, действительно ли выборочно из этих 600 в каком состоянии находятся эти, значит, подвалы и бомбоубежище тоже в парочку, ну, за исключением тех, где там режимные предприятия. Говорят, если, типа, договоритесь с руководителем какого-то предприятия или какого-то заведения, в котором находится такое бомбоубежище, тогда можете ходить смотреть. Нет, так нет. Вот, значит, я так понял, что вот эти вот, ну, сами бомбоубежища, они не для массового, так скажем, ну, а, во-во-во, не в этом даже дело, там, количество никто не говорил, сколько там помещается людей, дело не в этом. Вот раньше, я знаю, было, как вот правильно отметили, было и в каждом учреждении культуры, и на каждом предприятии такое. Короче, общий вывод такой, что у нас всё, ну, почти всё готово, ну, вот из тех ста, вот, часть муниципальных готовы, какая-то чуть меньше половины из частных готовы, а чуть больше половины не готовы вообще. Ну, как бы это всё не имеет никакого значения, как сказал Александр Суворов, потому что нам никакая опасность не грозит, потому что у нас, признанный там правительством или там какими-то комиссиями специальными, высокими, регион наш безопасный, то есть он не предназначен для ударов по нему со стороны врага, какого бы то ни было. То есть он сказал, типа, по нам никто стрелять не будет, потому что у нас тут нет каких-то специальных предприятий, пунктов принять решения, ещё чего-то, ещё чего-то, ещё чего-то. То, что у нас есть ГАЭС, да, гидроаккумуляющая станция, там, огромная, там, с плотиной, там, на сотни тысяч кубов воды, то, что у нас есть вакцина, где разрабатывают, там, всякие спутники, то, что у нас есть, там, какие-то другие, там, НИЦРКП, значит, это как бы, там, или химическое производство, химический, да, завод, как бы это, это не цель. Ну и хорошо, хорошо, я спросил Троицкая Слобода, в которой я живу, она входит, там, подвалы вообще подходят для такого, он сказал, мы не рассматривали Троицкую Слободу, как место, подвалы которых, в которые подходят для бомбоубежищ. Как бы, вот такой вот краткий итог. Андрей Мордасов там записывал, но я ему не рекомендовал тоже, как бы, всё точности до цифры публиковать, я решил вот так вот ограничиться, потому что эта информация вам всё равно точная, только проблем не прибавит, а точно каких-то, значит, помощи, да, без адресов, она не поможет, да, вот. Короче, не беспокойтесь, а всё это дело озвучивается потому, что, значит, откуда-то прислали такую же нарядку подготовить всё, да, как я понял, ну, сверху, и потенциально в конце депутатов просили, что как только вот понадобится ещё дооборудовать чего-то, да, то строчку какую-то в бюджет надо будет внести, чтобы выделить деньги, потому что по готовности, в том числе и воду надо покупать, да, в такие подвалы, чтобы они там были заперты на ключ, чтобы один ключ был у старшего по дому, один в управляющей компании, вот, и всё в таком духе. Значит, рассказал, что смог. Рад, что в этот раз не пришлось вызывать там полицию или охрану, или вообще как-то упираться, а вот так вроде бы чуть-чуть поупирались, и потом всё-таки решили ограничиться вот подобным форматом. В принципе, он меня устраивает. Конечно, было бы хорошо, если бы всё услышались напрямую из уст чиновника, который там вот это всё невнятно как-то пытался объяснить, да, робко, он сам не понимает вообще, может он что-то рассказывать или не может. Вроде нигде грифа секретно нету, но есть какие-то всё время поручения, что типа, как бы чего не вышло, значит, поэтому ничего лишнего, всё, я никаких точных цифр, никаких параметров, ничего вам не говорил, вот, надеюсь, ничего не нарушил, а ввёл вас в какой-то общий курс дела. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!